Вашему вниманию обзор самолета двухдвигательный турбовинтовой Embraer 110p Bandariante Есть версия P1 и P1 Freighter Я не знаю, если честно, карнется между P и P1 Возьмем P1 И Ливрею выберем, которая первая есть, ту и выберем Пускай будет И полетим мы с вами во Франции Опять же сценарий Friends VFR North West И будет у нас небольшой 7-минутный перелет И мы с вами посмотрели с этого пака по VFR полетам VFR сценария Франции Вот зелененьким выделено, где мы уже были Все остальное нам еще предстоит посмотреть Или мы уже будем смотреть другие аэропорты Короче, это уже такой второй вопрос И погнали Погнали Сейчас я пока включу Автопилот И нашу программку И аэропорт Elfep Пока что звуки не впечатляют, честно говоря Покачивается он хорошенько Ну давайте смотреть Так, они явно улучшили салон с последнего раза И добавили какие-то новые странные звуки Так, я хочу 530-ю свою Я не хочу эту панель О, добавили планшет Офигеть Я не помню, был ли здесь планшет Вот Вот эта навигация мне больше нравится И что-то у нас инвертор горит Надо его, наверное, включить здесь Генератор Инверторы Все, пропала надпись инвертор Значит все нормально Чоки Кон Engine Covers Короче, давайте все Поставим Посмотрим, как это выглядит Ну, прикольно Убираем Мейн-дор и карго-дор Карго-дор мы открыть не можем А вот мейн-дор Открывается довольно мягко Приятно Единственное, прямо возле двигателя Немножко неудобная посадка Наверное, нельзя Открывать Во время работы двигателя Но Давайте заценим еще салончик Обычный тканевый салончик Ничего особенного нету Но выглядит Довольно хорошо При том, что Старая версия Когда еще была Я смотрел раньше А тут туалет, по-моему А, это грузовой отсек Но здесь Эта дверь не открывается В карго-версии Она должна открываться Звуки Такие Приглушенные Как будто звуки Довольно интересно Это звучит Но мы еще полетим Посмотрим Так Можно ли вручную Закрыть эту дверь Наверное, через паншет надо Возвращаемся на наше место Ну, в принципе Больше ничего здесь Я не вижу Навигация у нас 530-750 Прячем планшет Давайте познакомимся Вот это вот Автопилот Так вот выглядит у него И так как здесь Вот такая вот Интересная система То У меня еще не очень Настроен под эту систему Моя панель Вот Вот с таким вот Автопилотом Где отдельно По высоте Короче, для работы С высотой Отдельно используется Вот такое вот Устройство Вот такие дела Значит По текстурам Выглядит все Довольно хорошо Работает все Работает все Резво Обзор Хороший Но слишком много Палок Это мне не очень нравится Так, проверяем Штурвал у нас Работает Можем его спрятать Да, можем спрятать Здесь все работает Тоже Это хорошо Шасси вверх-вниз Давайте уберем пока Паркинг брейк сработает Педали Работают Так, это хорошо По приборам Смотрим Довольно Хорошо все Выглядит Четко ДМЕ Или в зависимости От того Какой прибор Используется Сейчас вот Перейдем На NAV Вот На NAV у нас нет А на GPS у нас есть Сколько морских мель Сколько минут лететь И какая скорость Относительно Нашей следующей точки Флейт план у нас Здесь уже забит Давайте посмотрим Ага Тут относительно Нашего Носа Все отображается Ну ничего страшного Мы так справимся И Что еще нам Посмотреть Интересно Давайте посмотрим Поставим Давление Аэродрома Set QNH Так оно и есть Шасси Выпущены Шоку Pilot Yoke Это мы убираем Что еще Интересного Здесь Ну по текстурам Приборы Хорошо выглядит Но сама Панелька Довольно Плоская И здесь Довольно Плоская Ручка Вот эти Вот не работают Предохранители Сиденье Сиденье Типа кожаная Но Такие текстуры Конечно Можно было Немножко Получше Сделать Вот Ну салон Тоже довольно Простенько Сделан 20 или 21 Человека Или 22 Может взять Этот самолет На борт До сих пор Используют Этот самолет Хотя Перестал Он выпускаться В 90 Году В 1990 Но он Налетает На Вооруженные Силы Бразилии И Есть он Еще у Нескольких Транспортных Авиакомпаний Перевозит Танкарго То есть Самолет Довольно Старый Давно Не выпускается Но тем не менее Продолжает Эксплуатироваться И это Один из самых Популярных Первых Самолетов Эмбрайер Вот Два Двигателя По звукам Все очень Странно Звуки Какие-то Приглушенные Мне Звуки Вот в кабине Еще куда Не шло Но Звуки Ужасные Так Вон Птички Летят И давайте По нашему Чек-листу Посмотрим Что Что же Нам еще Нужно Посмотреть Так Сейчас я Напишу Откуда И куда Мы летим Так LF LFRD LF Смотрим Чек-лист Мануал Чек-лист Есть Ставим Три из трех Подробный И мануальчик Смотрим Так А где он Находится Мануал Мануал Должен быть Так Есть Юзер Мануал У него Довольно Подробный Все Расписано Рассказано С картинками Это не может Не радовать И даже Есть отдельный Чек-лист У него Что тоже Очень классно Единственное По звукам По звукам Мне не нравится Что-то С ним Не то Мануал Три Инсайд Саунд Я поставлю Ему 7 Аутсайд Где здесь Аутсайд Саунд Поставлю Вообще 6 Очень странные Звуки У него Как будто На холостых Работает Хотя Должен Вроде Все У меня Включено Так Видимость В кабине Поставлю 8 Все Видно Хорошо Единственное Слишком Много Этих Перегородок Ладно В таком Случа Я поставлю Ему 7 Слишком Много Перегородок Все-таки Хотя Взгляд Влево И вправо Довольно Хороший Обзор Не знаю Но много Перегородок Немного Это не очень Удобно Так Мы возвращаемся С вами В Чек-лист Не чек-лист Да В наш Чек-лист Снаружи И внутри Количество Кнопок Которые Нажимаются Я поставлю Давайте Форточку Проверим Кнопок 4 В принципе Все Нажимается Это не нажимается Fire Тест Работает Здесь в принципе Ну короче Четверка Сойдет Ему Открываются Или форточки Эти штуки Не дергаются Форточка Открывается Хорошо Двери Естественно Здесь не открываются Потому что Открываются Они Вот там вот Дверь для пассажиров Хотя Сейчас посмотрим Нет Тут дверь для пассажиров И для пилота Одна И снаружи Я пытаюсь Посмотреть Что В нем Такого Ну выглядит Он просто Хорошо Но ничего Особенного Я не вижу Флэт Сработают Так Значит Пропал свет У меня Ничего страшного Мы постараемся Продолжить Записать Этот обзор Поэтому Давайте Немножко Будем двигаться Быстрее Так как Сейчас У меня Просадка Кадров Просадка Всего Будет Я надеюсь Запись Продолжается Давайте Это проверим Так Тут Ничего Отключать Не буду ОБС Ладно Не могу Я его Посмотреть Потому что Оно На другом Экране А как Здесь Делать Так Что Все Было На одном Экране Сейчас Я вспомню Ладно Короче Просто Отсоединю Здесь Монитор Второй Опа Теперь у нас ОБС Отображается И запись У нас Продолжается И нашу Эксель Табличку Давайте Смотреть Это не то Где эта Эксель Табличка Блин Вот Снаружи Ничего особенного Нету Я поставлю 7 Ну Внутри Я не знаю Я поставлю Внутри Наверное Тоже 7 Ну Никаких Непотертостей Ничего Немножко Текстура Металла Есть В салоне Ничего Интересного Нету В общем Довольно Все Посредственно Давайте Даем Газку Текстура